Сатана Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Некоторые толкователи указывают, что сатана был обманут, не зная, что распяли самого Бога, что привело к освобождению из ада томившихся в ожидании праведников. В свою очередь в Евангелиях мы читаем, что бесы провозглашали Христа Богом. То есть тайна не была тайной, и дьявол уже знал, что Христос воплотившийся Бог. Помогите, пожалуйста, немного разобраться. Помогаем. Действительно, для дьявола было тайно, что Христос есть Бог. Ну, как Христос. Иисус из Назарета. Удивительно родившийся, удивительно живший, творивший удивительные вещи, воскресающий не только, только-только умершего, но и того, кто уже сошел душой в ад. От Лазаря. Согласно иудейским верованиям, душа человеческая после третьего дня шла туда, кому принадлежала. Принадлежала она, к сожалению, после грехопадения Адама, Евы, дьяволу. Все шли в ад. Сниду к сыну своему сетуя во ад. Говорит про Иосифа Прекрасного, его отец. И Адам, и Ева, все были там. Иисус из Назарета, именуемый Христос, тоже должен был быть там. Идеал видел, насколько это великий человек, в котором нет греха. И для него было особым, изощренным удовольствием получить совершенно безгрешную душу. Видишь, мол, Господь, даже кто и греха не сотворил, все равно будет моим. Это такая самая лакомая добыча. Но с другой стороны, помимо человеческой природы Христа, дьявол видел в ней что-то божественное, удивительное, чувствовал эту силу, но не мог, говорят отцы, поверить в то, что Бог, творец всех этих галактик, всего мира, видимого и невидимого, чью силу он знал наверняка, может вот эту букашечку, вот этого человечешка, которого он ненавидел всей душой, вместиться, воплотиться целиком. Говорят некоторые отцы, что дьявол из зависти к человеческому роду искусил Адама и Еву, видя потенциал человеческой природы превыше ангельской природы, то есть превыше природы его самого. И, видя вот это несоответствие, постоянно находился в некотором сомнении, кто же он. И провоцировал Христа на тот, чтобы тот проявил себя по-настоящему, как Бог, совершил то, что невозможно никому из рожденных женами, но был достаточно смело побежден спасителем словами того же Писания, которым искушал Христа. То же самое и бесы. То есть они видели в нем что-то божественное, но не понимали, кто же он. и просто ждали, когда же смогут руками хороших людей, собственно, слуг Божьих совершить самое страшное преступление и злодеяние. Для нас это тоже некоторый урок и некоторое напоминание о том, что сан не спасает близость к алтарю, к престолу, к Богу в один момент может разрушиться и сделать тебя из служителя Божьего предателем Бога. Не зря мы читаем перед каждым причащением небо врагам ты тайну поведаешь. Можем в любой момент пасть. Но вернемся обратно к нашему вопросу. Господь не хотел, чтобы из уст слуг сатаны исходила какая-либо правда. Потому что дьявол-отец лжи, и он никогда не дает информацию в чистом виде. Немножко правды, еще немножко правды, еще немножко правды, а потом уже поверившему человеку такую ложь преподнесет через экстрасенсов, гадателей, бабок каких-нибудь всевозможных, которые погубят человеческую жизнь и человеческую душу. И Господь не хотел, чтобы даже правдивая информация о нем исходила из лживых уст, из уст одержимых людей, из уст бесов. Такой хороший урок для нас. Тайна личности Иисуса Христа была сокрыта от дьявола. Потому что даже в некоторых богослужебных текстах Христос называется божественным хитрецом, который обхитрил дьявола на его же поле. Там, где вроде бы он имел, как ему казалось, абсолютную власть, на его поле он был поражен. Ибо, приняв тело Христа, принял и божество, которое пребывает в ипостасе Богослова неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, непреложно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok